Это видео будет посвящено машинкам Зингера, хотя на видео вы видите машину Бразер. Это начальная машина этого бренда, которая известна совсем другой техникой. Но хочется немножко окунуться в историю и посмотреть другую сторону медали. Поскольку вот наши машины известны как Подолки или Зингеры. И важно понимать, что эти машины выпускались не только в Советском Союзе, делали не только в России, но делали в очень-очень многих местах. Итак, это чистый Бразер. Хотя сделано не в Японии или где-то еще. Ну, в общем, скажем так, опознавательной информации отсутствует. Но, судя по всему, вы можете увидеть, что по сути это тот же самый аналог PMZ 2M. Почему? Вот он стоит, переключатель, норма, шелк, вышивка. Вот он, стандартный регулятор длины стежка вперед-назад. Это как раз уже было на моделях PMZ. В чем отличие? Немножко, по-моему, сделана регулировка. Как бы для людей по-людски. Вот это большой такой плюс или бонус. Немножко по-другому сделан механизм вот этой лицевой панели. Здесь вот, как на старого образца машинах. То есть, вот этот вот узел. Что еще отличает эту машину от подолок? Немножко другой механизм челнока. То есть, хотя вот этот узел подъема лапки и так далее, такой. Видим, здесь пружинка есть. Небольшое конструктивное изменение. Ну, и вот он сам челночный узел, челночное устройство. Что хочется отметить? Челночное устройство, вот так называемое, левое, которое установлено в наших отечественных машинах, типа чайки. Вот, подольская машина имеет в эту сторону вскос, так называемый, правый. И вот этот шпульный колпачок, ну, как это ни парадоксально, но вот подходит с чайки. Сейчас я делаю съемку именно с чайки. Когда реставрировал, восстанавливал машинку, то пробовал как раз шпульный колпачок. Вот с родным шпульным колпачком у машина клинит. А шпульный колпачок подошел с чайки. Ну, соответственно, и сетка, или так называемый челнок, тоже как раз непосредственно с чайки. То есть, вот это вот конструктивная особенность, конструктивное такое изменение. В принципе, большинство деталей очень похоже, но вот этот узел совсем другой. То есть, вот, ну, по уму сделано, как на современных машинах, пластиковые защелки. Можно разобрать, как бы, стандартный челнок, который тоже на большинстве машинах с горизонтальным челноком используется. Точнее, не с горизонтальным челноком, а с вертикальным. Поэтому, вроде бы, и та машина, но, по сути, не совсем та. Почему такое происходит? Ну, ни для кого не секрет, если поисследуете историю машинок Зингера. Зингер на основании патентов открыл заводы и мануфактуры в очень многих, скажем так, странах. В территории бывшего союза это было на Урале, завод Калинина, Подольский завод, откуда пошли большинство машин и названы были Подолками, после Чайками. Это уже отдельная история. Но такие машины делались в Индии, делались в Китае, делались еще в очень-очень многих странах, ближнего и дальнего зарубежья. Тоже можете посмотреть. У меня где-то на канале вот Содружественного государства китайское есть вот один в один, как Подолка. Причем это та машина, которая выпускалась для Советского Союза так с иероглифами, с красочной раскраской. Если ваша техника перестала шить, и по каким-то причинам вы либо не можете вызвать механика, либо не хотите этого делать, либо же просто хотите научиться самостоятельно настраивать ваше швейное оборудование, я рекомендую вам заглянуть на мою страницу. Ссылки будут в описании либо под этим видео, либо же сбоку в конце видеоролика. Очень много модификаций, но как бы в итоге, что хочется сказать, удачная моделька, доработанная до ума. Знаете, вот как хочется сказать, ну можно же было сделать по-человечески. То есть, если у нас вот этот узел фрезеровался и все остальное, здесь сделано по уму как бы и регулировки, и все остальное, ну вот эти болезни, недостатки устранены. Конструктивно вот этот узел моталки тоже понравился больше. Понравилось само гнездо, челночное устройство. Ну, как-то вот реально удачно люди сделали. Ну, цель этого видео показать, что Бразер, это не только современная техника, но Бразер в свое время выпускал и вот такие красавцы. Конкретно эта модель у нас бы называлась PMZ-2M. Практически один в один, но видим, что есть небольшие конструктивные изменения. На этом все. Подписывайтесь на канал. Если что-то интересно, отписывайтесь в комментариях. Также рекомендую вам просмотреть остальные видео. Думаю, найдется что-то полезное для вас. Ну, а на этом все. И такой коротенький экскурс в историю. И небольшая похвостушка. И часть того, что иногда попадается в ремонте. Субтитры создавал DimaTorzok